В маленьком городке жила девочка по имени Мила. Ей было 8 лет, и она часто грустила, когда ее отец, Алекс, уходил на работу. Мила была любознательной и полна энергии, воспитанной в атмосфере любви и доверия. Алекс, ее отец, часто задерживался на работе, оставляя Милу и ее младшего брата, Макса, под присмотром няни по имени Софи. Софи была загадочной и умной, и Алекс доверял ей, хотя и замечал, что она иногда ведет себя странно. Однажды Алекс нашел в подвале старые коробки и наткнулся на фотографии, которые заставили его задуматься о прошлом Софи. Он начал подозревать, что у нее могут быть тайные дела, и решил установить камеру для наблюдения. Вскоре он обнаружил, что Софи приводила мужчин в дом, когда родителей не было. Это шокировало Алекса, и он вызвал полицию. Софи была арестована, и вскоре выяснилось, что она была связана с опасной сектой до того, как переехала к ним. Софи написала письмо с извинениями, и семья решила простить ее. Они были рады оставить темные тайны позади и начать новую жизнь. Однако вскоре Мила увидела в новостях репортаж о грабителя в маске, что вызвало у нее страх. Макс, наоборот, был очарован этим грабителем, а Алекс и его жена, Клара, были обеспокоены безопасностью семьи. Софи, недавно вышедшая из тюрьмы, заметила новую камеру наблюдения у семьи Смит. Она решила выяснить, что происходит, и вскоре взломала систему наблюдения. В результате ей удалось выяснить, что грабителем была их соседка, Рэйчел. Софи доказала свою правоту Алексу и Кларе, и Рэйчел была арестована. Семья Смитов вернулась к спокойной жизни, а Софи стала героем в глазах Милы. Девочка поблагодарила ее за спасение семьи, и Алекс предложил Софи работу новой няне, которую она с радостью приняла. Мила и Софи стали ближе, проводя много времени вместе. Постепенно Мила перестала воспринимать Софи как преступницу и увидела в ней заботливую подругу, с которой можно делиться своими секретами и мечтами. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok